Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрей Горгуленко я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Площадки для скейтбордистов и новые фонтаны. Глава города Элина Лапушкина проверила, как благоустраивают общественные территории в Самаре. Опасны ли солнечные ванны? Онкологи рассказали, как предостеречь себя от рака кожи. 40 лет без Высоцкого. Как в Самаре чтут память легендарного советского поэта, актера, автора и исполнителя культовых песен. В Самаре создается еще один скейт-парк. Площадка для экстремальных видов спорта появится в Зубчининовке возле храма Святого Александра Невского. Сейчас идет благоустройство сквера на смежной территории. Работы выполняются по национальному проекту «Жилье и городская среда». Глава города Элина Лапушкина проверила ход исполнения дизайн проекта. Всего в этом году в Самаре по программе «Комфортная городская среда» благоустроят пять общественных территорий. Подробнее об этом в репортаже Олега Зверева. Дорога к храму. Так жители Зубчининовки назвали сквер, который создается на историческом месте. Площадка возле церкви Святого Александра Невского – территория, с которой начинался поселок. Долгое время здесь был пустырь, но теперь все изменилось. Территория стала лидером по итогам рейтингового голосования по участию в проекте формирования комфортной городской среды. Дорожки к храму выложат плиткой, установят скамейки и фонарные столбы, устроят газоны. Ключевыми объектами благоустройства станут детская спортивная площадка и скейт-парк. А для детей мы делаем скейт-парк. Это по запросу жителей. Они уже разрабатывают трюки, закупают велосипеды, закупают специальные скейты для скейт-парка и разрабатывают даже определенную программу на открытие. Создание сквера проводится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Ход работ на месте проверила глава Самары Елена Лапушкина. Жители Зубчининовки рассказали, что сейчас они готовят дополнительные арт-объекты, а впоследствии возьмут под общественный контроль состояние будущего сквера, который, как предполагается, станет центром культурной жизни поселка. Очень красиво будет. Место встречи у фонтана, так говорят, уже в другом микрорайоне города. На пересечении улиц Авроры и Аэродромной будет открыто еще одно гидротехническое сооружение Самары. Его построят по тому же принципу, что и фонтаны у подножия склонной площади Славы и на Крымской площади, то есть без чаши. Раньше на этом месте был стихийный рынок, который убрали из-за беспорядка и антисанитарии. Дизайн проекта благоустройства предусматривает полное обновление участка до улицы Мариса Тореза, в том числе создание спортивного центра для воркаута, то есть уличных гимнастических тренировок. По просьбам жителей здесь даже посадили ель, которая будет украшать иллюминацией. Здесь опор, с них идут гирлянды на эти, между собой они будут увязаны. Кроме этого, еще будут вот эти все подслеживаться, здесь будет такое яркое пятно вообще. Гирлянды будут включать как вечернюю подсветку, а во время новогодних и рождественских торжеств возле ели будут проводить всенародные праздничные мероприятия. В понтан в сквере Речников в Кубышевском районе Самары люди просили восстановить больше 20 лет. Их мечта сбылась благодаря активности, которую жители проявили в ходе рейтингового голосования. За эту территорию было отдано 9 тысяч голосов. В итоге здесь не только заново построят фонтан. Вместе с комплексным благоустройством появятся площадки для мини-футбола, гандбола и детская игровая зона. В новом виде сквер Речников в полной мере оправдывает свое название. Здесь установлены вот такие детские спортивные комплексы морской и речной тематики. Это батискав, горка, маяк и большой синий кит. Всего в этом году в Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 50 дворов и 5 общественных территорий. Мы сюда приезжали, когда были пыльные работы, когда не было плитки, когда вот скрывали, демонтировали. Было совсем другой вид. Сегодня мы уже видим, что заканчиваются практически такие строительные работы. Приступаем уже к красоте. Теперь будем ждать цветов, будем ждать деревьев, будем ждать запуска фонтанов. Фонтанов, безусловно, эта программа важна, безусловно, эта программа объединяет. Она объединяет людей вокруг территории, она объединяет людей, любящих свой город. И чем больше таких людей будет, тем быстрее будет развиваться город. Будет развиваться красиво, как нужно прежде всего людям. Все работы предполагается завершить к середине сентября. Олег Зверев, Николай Пифанов, Василий Колдашов. События. В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Народные дружинники и представители департамента транспорта регулярно проводят рейды в автобусах. Используют ли пассажиры средства индивидуальной защиты, узнала Елена Малютина. Проезд строго в масках. Медик Ирина Черкесова спешит на работу. Во всех общественных местах она всегда использует средства индивидуальной защиты. Говорит, каждый человек должен осознавать, каким риском он подвергает свое здоровье, игнорируя санитарно-эпидемиологический режим. Ну, я свои защитные меры принимаю, а остальные люди делают каждого, как они заботятся о своем здоровье. Для меня это необходимо. И по профессиональной надобности, и для человеческой защиты тоже. Поэтому я как-то стараюсь избегать неприятных ситуаций для себя и для других. В общественном транспорте водители на каждой остановке делают объявления по громкоговорителю. О масочном режиме напоминают и кондукторы. Они, кроме билетов, у пассажиров проверяют и наличие средств индивидуальной защиты. Помогают им дружинники. Добрый день, уважаемые граждане! В ДНД города Самара у нас сейчас происходит информирование о мерах безопасности при коронавирусной инфекции, соблюдении социальной дистанции, ношении масок в общественном месте. У всех маски есть. Напомним, согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, во всех общественных местах и транспорт не исключение маска продолжает быть обязательным атрибутом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на снятие большинства ограничений, он продолжает действовать. И здесь, в первую очередь, наши уважаемые жители города и гости города должны проявлять сознательность, потому что именно соблюдение масочного режима позволяет постепенно снимать ограничения и является одним из важных факторов, способствующим уменьшению заболеваемости. За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность. Если пассажиры отказываются надевать маску или не имеют ее вовсе при себе, их могут высадить. В исключительных случаях, когда граждане намеренно не соблюдают санитарно-эпидемиологический режим и провоцируют конфликтные ситуации, если рейды проводятся совместно с полицией, составляются протоколы. В свою очередь, все транспортные предприятия обеспечили персонал масками, перчатками и антисептиками. Запасы средств индивидуальной защиты ежедневно пополняются. Перед выходом на линии, трамваи и автобусы дезинфицируют специальным раствором. Елена Малютина, Григорий Прешаков. События. Центробанк снизил ключевую ставку до нового исторического минимума в 4,25%. Ожидаемо ли было это решение и как снижение отразится на людях, расскажет Лариса Шлафаст в рубрике «Экономика». Здравствуйте, в эфире новости экономики. Расскажу о них я, Лариса Шлафаст. Цены на черное золото сегодня растут. За баррель марки «Брент» дают 43,60 доллара. Валюта также прибавила в цене. На 24 июля Центробанк установил курс доллара на отметке 70,96 рубля, евро – 82,18 рубля. Центробанк снизил ключевую ставку до нового исторического минимума – до 4,25%. Это уже третье снижение с начала пандемии. Регулятор мог принять осторожное решение, чтобы оценить влияние снижения ставок на экономику, полагают эксперты. В целом, решение было ожидаемым. Экономисты расходились лишь в том, каким будет шаг регулятора. Рынок рассчитывал на более серьезное смягчение. Снижение ключевой ставки традиционно приводит к уменьшению стоимости основных банковских продуктов, вкладов и кредитов. Теперь граждане и бизнес получают возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Рейсы будут выполняться из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В Самарской области составили антирейтинг управляющих компаний. Десять крупнейших обслуживающих организаций Самарской области задолжали энергетикам в общей сложности 900 миллионов рублей. Всего же, отмечают энергетики, общая сумма долга жилищных организаций региона за теплые ресурсы превышает 4 миллиарда. На этом сегодня все. Удачи в делах. Полиция Самары разыскивает подозреваемых в вандализме. Неизвестные осквернили надписями памятник воинам погибших в локальных конфликтах. Злоумышленников сняли камеры наружного видеонаблюдения. По предварительной информации, в ночь на 19 июля молодые люди, парень и девушка 18-20 лет, нанесли на монумент в районе пересечения Мичурина и Осипенко оскорбительные слова. Надписи удалось стереть. По факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции просят очевидцев произошедшего и всех, кто что-либо знает от предполагаемых преступников, сообщить информацию в ближайшие отделы полиции или по телефонам, которые вы увидите на экране. Смертельный риск. В Самарской области в этом году под колеса поезда попали два человека. Железнодорожные переезды по-прежнему остаются зоной повышенной опасности. Елена Малютина отправилась в рейд с представителями полиции на транспорте в поселок Запонской. Встретились ли нарушители? Смотрите в следующем сюжете. Пролезть под вагонами и перейти через железнодорожные пути. Для кого-то забава, а для кого-то способ сократить путь. Некоторые жители поселка Запонской регулярно пренебрегают правилами безопасности. Наша съемочная группа приехала на одно из таких потенциально опасных мест. И ждать нам долго не пришлось. Спустя пять минут мы увидели нарушителя. Сотрудники полиции на транспорте проводят с ним разъяснительную беседу. Вы живете? Ну, Павел, что живете. Ну, вот вы живете, а вы можете не жить. Вот представьте, вот вы под вагоном пролезли, идете через пути. Здесь идут работы по формированию состава. Не дай бог под поезд, Павел. У вас детки есть? Ну, конечно. Сколько? Двое. Двое. Вот представьте, прийти вечером и сказать, что нет больше у вас детки. Нет, конечно, не будет. Ну что вы. Тут со мной такие представительные все-таки люди разговаривали. Мне немножко как бы не по себе, да, и стыдно. Я все-таки взрослый человек. Но поверьте мне, я вот с детьми никогда бы этого не сделал. Почему? Потому что это дети. Потому что есть люди. Я делаю, и они так могут сделать. Один следом за другим практически вереницей нарушители пролезают под вагонами. Их не смущают ни люди в форме, ни опасность, которой они себя подвергают, переходя железнодорожные пути в незаконном месте. А вот 15-летнему подростку нарушить не удалось, помешали сотрудники полиции на транспорте. Говорит, живет неподалеку и, чтобы сократить путь, ходит здесь регулярно. Представители ведомства провели с ним разъяснительную беседу. И так как ему не исполнилось 16, административную ответственность за него несут родители. По звонку буквально через 15 минут пришел отец. И тоже через железнодорожные пути, но только с другой стороны. К разъяснительной беседе он отнесся с пониманием. Представители полиции на транспорте направят информационное письмо в комиссию несовершеннолетних. При повторном нарушении родителям грозит административная ответственность. Штраф 500 рублей. Уважаемые родители, самые уважаемые люди для ваших детей – это вы. И самый такой пример для них – это тоже вы. И когда вы их проводите по путям, под поездом, ну согласитесь, наша работа на нет исходит. Почему? Потому что, повторяю, вы для них авторитет, а мы просто люди, которые пришли провести беседу. Зачастую именно родители показывают плохой пример детям, не осознавая всю опасность, которой они их подвергают. Ежедневно сотрудники полиции на транспорте проводят рейды в самых опасных местах и регулярно становятся свидетелями нарушений несовершеннолетними. До начала учебного года представители ведомства рекомендуют провести с детьми беседу о безопасном пути из дома до школы и обратно. Железнодорожные переезды остаются зоной повышенной опасности. Ежегодно на них гибнут десятки, а то и сотни людей. В Самарской области в этом году под колеса поезда попали два человека. Это привело к летальному исходу. Стоит ли рисковать жизнью и пренебрегать законодательством ради экономии времени, каждый решит сам для себя. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. О безопасности напомнили жителям города и самарские онкологи. На набережной для отдыхающих организовали бесплатные консультации. Медики рассказали, насколько безопасно долгое пребывание на солнце, в каком случае есть риск развития меланомы и как уберечься от рака кожи. Рекомендации врачей выслушала Мария Левина. Дарья Пикалова любит начать свой день с прогулки на набережной. Девушка учится в медицинском и знает, насколько важно следить за своим здоровьем. Не упустила возможности проконсультироваться со своими будущими коллегами. Чем раньше доктор говорит нам о наличии какого-то заболевания, тем раньше мы можем начать лечение и, следовательно, есть возможность раньше излечить болезнь. Одно из частых онкологических заболеваний – меланома или рак кожи. За прошлый год по области ее диагностировали у 800 человек. Развивается в большинстве случаев под вредного воздействия солнечных лучей. Поэтому палатку для консультации установили на набережной. Чтобы предупредить самарцев тщательнее следить за здоровьем. Но это не значит, что от солнечных ванн нужно отказаться вовсе. Достаточно следовать некоторым рекомендациям. Можно, конечно, наслаждаться солнышком. И это нужно делать. Но соблюдая такие простые правила, как носить одежду, которая максимально защищала бы нас от солнечного излучения, головные уборы, солнцезащитные очки. Люди, которые имеют светлый тип кожи, необходимо пользоваться солнцезащитными кремами. Выдержаться от похода на пляж нужно и в часы солнечной активности. С 11 утра до 4 часов дня. Особенно это касается детей до 3 лет, людей со светлой кожей и обладателей большого количества родинок на теле. Именно родинки – главный показатель развития заболевания. Но не все. Изменение формы и цвета уже существующих пигментных пятен – знак, чтобы обратить внимание и пойти на консультацию к онкологу. Во время таких уличных осмотров на прием к специалисту отправляют почти каждого пятого. Наша основная задача – выявлять на ранних стадиях. И на сегодняшний день уже доля выявляемых на первой и второй стадии составляет по итогам первого полугодия 63%, что выше от средней российского. Средней российской – 59%. Медики во время консультации на открытом воздухе призывают горожан к здоровому образу жизни. А это лучший способ снизить риск развития заболевания. Мария Левина, Сергей Баскин, События. 4,5 тысячи детей – таков результат работы крупнейшего центра репродуктивной медицины по Волжье «Династия». В канун Дня вспомогательных репродуктивных технологий на праздник специалистам центра пришли семьи, в которых появление долгожданного ребенка стало возможным благодаря технологии ЭКО. Подробности в следующем сюжете. Маленькая Валерия не отходит от родителей ни на минуту. В семье Гуменниковых это долгожданный ребенок. Малышка появилась на свет при помощи технологии ЭКО в центре «Династия». Клиника «Династия» осуществила нам нашу мечту. 10 лет мы шли к этому ребенку. Я надеюсь, что у нас не последнее наше вот это вот счастье. Ну, сами видите, получилось здорово. Мы счастливы. В канун Всемирного дня вспомогательных репродуктивных технологий центр «Династия» устроил для своих пациентов большой праздник. Мамы с детьми могли пообщаться, поделиться своими историями. Для малышей аниматоры подготовили развлекательную программу. Ежегодно в «Династию» обращаются порядка полутора тысяч пар со всего по Волжье. Центр работает 10 лет и входит в реестр лучших медицинских клиник России. Безвыходных ситуаций не бывает, говорят врачи. Они готовы помочь каждому. Все необходимые технологии и знания для этого есть. Кроме того, в непростой ситуации люди могут рассчитывать на поддержку государства. Медицинская услуга в репродуктивном центре предоставляется по национальному проекту «Демография». По программе обязательного медицинского страхования данную медицинскую помощь наши медицинские пары получают бесплатно. Мы применяем действительно космические высокие технологии. Применяем генетическую диагностику эмбрионов. Мы помогаем супружеским парам, у которых есть тяжелые наследственные заболевания в семье или уже рождены дети с такой наследственной патологией, родить генетически здорового ребенка, ребенка без генетических болезней. На сегодняшний день Самарская область, да и в целом, и медицинская династия в частности, обладает практически всеми новыми средствами, новыми технологиями, которые уже внедрены и эффективно работают в этой сфере. По статистике, каждая пятая пара в мире сталкивается с проблемой бесплодия. При помощи метода ЭКО в России на свет появились более 300 тысяч детей. В Самарской области за последние 8 лет родились 4,5 тысячи малышей. И специалисты областного центра династии готовы и дальше помогать парам и дарить семьям долгожданное чудо. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. 25 июля исполняется 40 лет со дня смерти легендарного советского барда, поэта и актера Владимира Высоцкого. Он оставил после себя огромное количество песен и стихов, которые стали культовыми. Накануне памятной даты наш корреспондент Анатолий Головко отправился в музей Владимира Семеновича и узнал, как Высоцкий проводил время в Куйбышеве. Два концерта Владимира Семеновича прогремели в Куйбышеве в 1967 году. Тогда, вспоминает директор музея Высоцкого, от желающих не было отбоя. Очереди к Дворцу спорта на Молотогвардейске начинались от цирка. Люди готовы были отдать последние деньги за билет. Музыкант опоздал на выступление на час. Поезд, на котором он добирался до Куйбышева, задержали. Несмотря на это, из зала никто не ушел. Тогда Владимир Семенович спел 31 песню. Во Дворце спорта не было ни одного свободного места. Поклонник творчества и директор музея Высоцкого Михаил Трифонов собрал внушительную коллекцию, посвященную великому автору. В трех небольших комнатах уникальные экспонаты ушедшей эпохи. Советские пластинки из разных республик СССР, автографы Высоцкого, его супруги Марины Владе, матери Владимира Семеновича, фотографии с концертов в Куйбышеве и даже гитара, на которой по легенде играл советский музыкант. Струны не менялись, она семиструнная гитара. Беревка тоже не менялась, ей сколько уже, почти 50 лет. Ну вот, гриф потертый, видите как? Пальцем, конечно, и Мазалевского, и Владимир Высоцкий касался этих струн. Михаил Трифонов рассказал нашей съемочной группе о том, что одна из самых узнаваемых песен Высоцкого «Райские яблоки» изначально звучала по-другому. Он предоставил телеканалу «Самара ГИС» уникальную аудиозапись. С годами творчество Высоцкого не теряет своей актуальности. В Самаре существует огромное количество поклонников его таланта. Один из них Сергей Лысенко. В преддверии памятной даты он готовится к концертам, которые пройдут в городе в пятницу и в субботу. Я сам автор-исполнитель. Я сам пишу песни, и тоже давно я этим уже занимаюсь. И, конечно, Высоцкий сыграл свою роль. Я считаю его одним из своих учителей, скажем, вот в этом авторском пути. Один из тех, на кого я, так скажем, ориентируюсь, сочиняя там те или иные песни. Парус! Порвали парус! Каюсь! 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 Субботу, 25 июля, в Самаре почтят память Владимира Семеновича. Поклонники его творчества соберутся на Молдогвардейской и возложат цветы к памятнику Высоцкому. Анатолий Головко, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. Цветочных дел мастера. 24 июля в России отмечают День флориста. Даже в свой профессиональный праздник они радуют других. Какие букеты сейчас в моде и как их правильно выбрать, узнала Мэри Елчан. Анастасия Киреева еще год назад работала бухгалтером, а сейчас собирает букеты на любой вкус и разные сложности. Открыть свой салон цветов предложил супруг Сергей. Теперь у них семейный подряд. Флористика для семьи не просто профессия. Это вид искусства, который требует немалых знаний и навыков. Здесь очень много тонкостей тоже, как в любом деле. Нужно знать, как цветок обработать, как за ним ухаживать. То есть это не просто ты съездил на базу, купил цветы, поставил. Нет, так дело не пойдет. Здесь нужен уход. Сам Сергей Киреев 12 лет отслужил во флоте. Он штурман дальнего плавания. После травмы решил оставить морские суда и теперь вместе с женой собирает композиции. Знает историю каждого цветка и то, как за ними ухаживать. Чтобы растения с момента закупки не завяли, важно правильно настроить холодильную камеру и выбрать идеальную температуру для них. Это от 3 до 8 градусов. Не то, чтобы поставил его и забыл все. Нет. Это вот каждый день достало отсюда вот это все богатство. Воду слил, поменял, цветок подрезал, обратно поставил. И каждый цветок любит свое. Допустим, розу нужно наполнять примерно 50-60% воды в лозоне. При создании композиции цветочные ремесленники прежде всего отталкиваются от предпочтений покупателя. Важно, по какому поводу дарят букет и даже то, какой характер у получателя. Очень нравится этим заниматься. Особенно наибольшую благодарность испытываешь, когда клиенты к тебе возвращаются. Сейчас в цветочной моде более сдержанные тона. В композиции должны быть оттенки одного цвета. Наибольшей популярностью у покупателей пользуется роза. Несмотря на то, что это традиционный цветок, он поражает многообразием сортов. Для молодежи сейчас стало модно, допустим, гипсофила. Они любят большие объемные букеты. Он получается такой и бюджетный, и достаточно большой. В Самфлауэрс можно собрать не только цветочные композиции, но и съедобные, а также букеты из игрушек. День флориста семья Киреевых будет отмечать открытием нового салона. По адресу Гагарина, 77. Мэрил Чан, Николай Епифанов, События. Ютуб-канал «Самара Гис» – один из региональных лидеров среди СМИ по посещаемости. Интересные сюжеты, эксклюзивные проекты, выпуски новостей, авторские программы. Все грани жизни города в нашем сообществе. Более 30 тысяч подписчиков, число которых увеличивается каждый месяц. 65 тысяч просмотров в неделю, 300 тысяч в месяц. Всего более 25 миллионов. Включайтесь в жизнь города и подписывайтесь на наш Ютуб-канал. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь также и на наш Телеграм-канал. До встречи. Будьте здоровы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...